Здравствуйте! В эфире телевидение «Электрогорска» в студии Татьяны Пыринова. Самые актуальные новости регионы и города прямо сейчас. Смотрите в выпуске. 14-е городские рождественские чтения торжественно открыты. День рождения Деда Мороза отметили в Электрогорске. Сводка спортивных новостей. Делаем настоящие валенки. Мастер-класс для малышей. Яркая выставка картин воспитанников школы искусств. Сводка полиции и госавтоинспекции. Сегодня коллектив ТВЛ отмечает профессиональный праздник – День телевидения. Интересные и яркие материалы, знакомства, истории, герои. Насыщенные и веселые будни, а порой и выходные. Сломя голову улететь в студию, снимать, писать, озвучивать, выпускать в эфир, бегать с микрофоном и оператором за спикерами. И еще много-много всего. И это только крошечная часть закадровой и замикрофонной жизни, в которой мы делаем электрогорское телевидение. Большое спасибо нашим подписчикам, зрителям, друзьям и коллегам за яркую и насыщенную событиями жизнь. А начнем мы с самого первого и важного для каждого корреспондента, оператора, режиссера видеомонтажа, главного редактора и директора телевидения. Кстати, именно столько профессий числится в штате нашего телеканала. Это инфоповод. Именно он становится стартом для создания сюжетов, репортажей, расследований, опросов. Ну, например, нам звонят ответственные лица города и просят приехать на субботник. Срочно приезжайте. Или мы берем план городских мероприятий, или залезаем в интернет-паутину и находим их сами. А дальше? А дальше на общем совете мы решаем, ехать нам на обход с главой города или мчаться на мастер-класс в городской парк культуры, снимать репортаж про Чебурашку или бежать на 1 сентября сразу во все школы города. И вот мы на месте съемок. Теперь задача оператора не пропустить ни одного интересного кадра, выбрать правильный план и записать все от начала до конца, не упустив ни одного важного момента. А рядом с ним его бессменный напарник – корреспондент. Именно он задаст кучу вопросов, спросит о планах и задачах, заставит главного героя открыть все секреты и поделиться сокровенным. Оператор и корреспондент – это те люди на нашем телеканале, которые и в дождь, и в снег, и в жару, и в холод, и в праздники, и в выходные дни находятся в самой гуще городских событий. Но это только начало работы. Далее мы перемещаемся в мозговой центр телеканала. Тут царит особая атмосфера, креативный беспорядок и творческое настроение. Корреспонденты берут инфоповод, отснятый материал, и на чистом вордовском листе пишут сценарий будущего сюжета. Здесь от тех эмоций и впечатлений, которые они получили во время съемки материала, зависит, каким будет новое телевизионное произведение и сколько зрителей его посмотрят. Ну вот, как и на каждой кухне, все необходимые для приготовления вкусного пирога ингредиенты собраны, и теперь нужно отправить их в печь. И тут за дело берутся режиссеры монтажа, волшебники видеоряда. Каждый звук, каждый кадр в сюжете должен выстроиться в единую линию. Под их чутким руководством происходит озвучка сюжета. По несколько раз они просят переговорить неправильную фразу, изменить интонацию, исправить ударение. Их зоркий глаз не пропустит ни одного нужного интересного кадра из огромных гигабайтов отснятого материала. Их знание компьютерных программ одним щелчком мышки превращает хромакей в уютную гостиную с креслом и камином. И даже без скальпеля делают ведущих телеканала ТВЛ самыми обаятельными и привлекательными. Ведь как на телевидении без ведущих? Всем привет, это Муз Ревью. Всем привет, с вами рубрика Кинонавигатор. Привет, вы смотрите Путеводитель, с вами его ведущая Лиза Кеницына. Именно от того, как ведущая озвучит подводку к новому сюжету, от этого и будет зависеть, появится ли у вас желание его посмотреть, или вы отведете взгляд от экрана телевизора. Кажется, что тут трудного, зачитать текст, заранее подготовленный главным редактором. Но, поверьте, это очень трудно и ответственно, и не менее эмоционально. Ну вот, вроде и все. Давайте подождем 10 минут, пока сводится сюжет, и посмотрим его. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда интересно, всегда интересно знать, что происходит, и что нового появляется. Мы, в основном, смотрим последние известия, новости, что происходит в городе. Вот, и всегда очень интересуемся этим. Спасибо вам большое, хорошо вы нам все это рассказываете. Иногда смотрю, когда получается. Нравятся наши новости? Нравится. А что вот мы хотели еще увидеть? Может, что-то хотели новое, чтобы было? Ну, не знаю, мне, в принципе, достаточно той информации, которую вы рассказываете о городе, о его благоустройстве, скажем так. Я довольна этим очень. Мне нравятся ваши новости, как вы все это кооперативно все делаете. Круто. Вы смотрите нас? Да, само собой. Что вам больше всего нравится в наших? Ну, блок новостей по городу. Ну, конечно, да, новости. Новости о электрогорше слушать, это все интересно. Вот, в любимом городе, в принципе. А где вы нас смотрите? По телевизору или в соцсетях? По телевизору, в соцсети, ВКонтакте, Инстаграм, везде подписаны, везде смотрю. Где вы смотрите нас? По телевизору и в интернете иногда смотрю. Удачи вашему каналу, чтобы процветал, развивался. Поздравляю вас с днем рождения, давайте развивайтесь дальше. Лучше радуйте жителей Электрогорска. Всего хорошего, процветаем побольше зрителей. С днем рождения поздравляю вас и процветайте дальше так же. Желаю, чтобы у вас было много просмотров. Чтобы вы развивались, чтобы ваши передачи были интереснее. Процветание, расширение географии вещаний, в общем, все-все. Всем работникам вашего телеканала удачи. Мы хотели пожелать Электрогорскому телевидению просветания. Подписывайтесь, ставьте лайки и будьте в курсе новостей. Также сегодня отмечаются еще два праздника – День бухгалтера и День работника налоговых органов. Коллектив телеканала ТВЛ поздравляет всех представителей этих нужных и почетных профессий. Ваша работа заслуживает признания, благодарности и уважения. Желаем вам душевных сил, везения, терпения, оптимизма и неиссякаемой энергии. Пусть вас всегда сопровождают птицы счастья и удачи. Здоровья вам и вашим близким! Мастер-класс по изготовлению миниатюрных валенок провели в Доме культуры. Валяльщица со стажем рассказала ребятам об истории валяния шерсти, о том, какие изделия можно изготовить, используя эту технику. Участники очень старались и валенки получились замечательные. Заняться творчеством и рукоделием, создать сувенир или игрушку своими руками – наверное, одно из самых любимых детских увлечений. Руководитель Ассоциации многодетных семей, благодаря помощи опытной валяльщицы из Авантеевки, организовала для деток настоящую творческую мастерскую. Сегодня проходит необычное мероприятие. Мы пригласили наших друзей из города Авантеевки для того, чтобы дети из многодетных семей вместе с родителями попробовали самостоятельно свалять валенки. Накануне Нового года, я думаю, что это замечательный подарок для родных, для друзей, для близких. Поэтому сейчас на данный момент работает третья группа, в каждой группе по 10 человек. К нам приходили не только многодетные семьи. Очень интересно, и мы, конечно, мы рады, мы никому не отказываем. И это очень здорово, что на нашу просьбу откликнулись, приехали, в столь плотный график внесли работу с нашими семьями, с нашими детьми. Поэтому мероприятие получается очень интересное, забавное, полезное и организационное. Дети очень заинтересовались, как же можно изготовить валенки дома, и приняли решение попробовать их сделать самостоятельно. Валяльщица Татьяна Салина охотно согласилась помочь и рассказала ребятам, что самое главное при создании микроваленок – это шерсть и руки. Это все чисто работа рук, никакого, кажется, волшебства, хотя со стороны это кажется немножечко волшебством. Используется специальная шерсть, непряденная шерсть, овечья шерсть. Это такой первичный материал, из которого потом берется натуральное волокно, на процессе волокна, и с него уже делается ткань. То есть в данном случае у нас идет бесшовное валяние, мы делаем маленькие валеночки. На этом мастер-классе ребята научились валять шерсть мокрым способом. Вот что понадобилось – воздушно-пузырчатая пленка, трафарет валенок, ножницы, мелкая сетка, жидкое мыло, тонкая шерсть для мокрого валяния и горящие детские глаза. Это сувенирные такие вещички, игрушечки, которые можно будет повесить на елочку, и это детям очень нравится. Они своими руками делают украшения для своей елки, либо подарок кому-нибудь, либо для своей куклы обувка, как потом это использовать. Все немного устали. Несомненно, валяние из шерсти валенок отнимает много сил, но приобретенный опыт бесценен. Так и Татьяна, начиная давно-давно с первой пары валенок, сейчас, наверное, и не вспомнит, сколько пар она сделала со своими учениками. Ой, знаете, первые валеночки у нас были в 2010 году, и с тех пор, в принципе, каждый год, Новый год, это валенки. Минимум, наверное, 10 пар на каждый Новый год. Потом 23 февраля в банной шапке, 8 марта палантины, и каждый какой-нибудь праздник что-нибудь приурочено. Красивые мини-валенки станут прекрасным декоративным элементом, как самостоятельной вещицы, так и в дополнении куклам и игрушечным персонажам. 23 ноября в Доме культуры состоится бесплатный кинопоказ художественного фильма «Озеро героев». Кинокартина является лауреатом Всероссийского фестиваля визуальных искусств. Фильм рассказывает о членах молодежной организации «Экологи Сибири», которые, узнав, что на озере Байкал в заповедном месте планируется строительство крупного отеля, любой ценой стремятся помешать этим планам. Начнется кинопоказ в 16.00 и будет проходить по адресу улицы Пионерская, дом 6А. Церковно-общественный форум Церковно-общественный форум – именно так можно назвать ежегодные рождественские образовательные чтения, объединяющие духовенство, представители власти, культурную общественность и педагогическое сообщество, торжественно открылись 19 ноября. Возрождение духовно-нравственных основ и русской культуры, повышение роли православия в жизни мирян, воспитание подрастающего поколения – вот главные задачи этого масштабного мероприятия. Открываем ставшими традиционные ветрогорские рождественские чтения, к которым уже все привыкли. И вот перед началом мы всегда вот здесь в храме служим молебен и просим Спасителя, чтобы Он нам помог эти чтения провести. Чтения, они служат напоминанием всем – и нам, и кто нас слушает, нашим учащимся по Христе. О том подвиге, который Он совершил ради нашего спасения, о том промысле, который Он о всех нас всегда имеет. С богослужений в Храме Всех Святых Земли Российской Просиявших открылись 14-е городские рождественские образовательные чтения «Молодежь. Свобода и ответственность». В них приняли участие руководители образовательных организаций, сотрудники методического центра, педагогические и дошкольные работники, представители палопосадского благочинья. Нравственные ценности и будущее человечества стали главной темой рождественских чтений 2018 года. «Насколько действительно бывают наши дети незащищены перед теми соблазнами, наверное, которые существуют в жизни, и как не перейти грань понятия свободы и вседозволенности. Это очень непросто, это очень сложно. И мы понимаем прекрасно, что это работа не одного года, это работа не одного месяца, а это работа десятилетий. И если мы, а мы это делаем ежедневно, делаем каждый, наверное, на своем уроке, да, независимости». В рамках мероприятия пройдет обмен опытом. Педагоги и священнослужители расскажут о мероприятиях и проектах, проводимых в их учреждениях, которые особенно нравятся и запоминаются детям. Пройдут показы фильмов и презентации, конкурсы стихов и рисунков, тематические беседы и встречи. «В этом году такая тема, она очень обширная, это молодежь, как всегда, и тут тема ответственности, и это очень такая сложная вещь, потому что в теперешнее время есть у нас свобода, вот, и это такой, дар такой непререкаемый, потому что мы и сами говорим, что Господь нас освободил, Иисус Христос освободил нас от власти греха, от власти дела. Вот, но есть еще гражданские свободы, которые, ну, дают такое вот порождение безответственности. То есть нам все можно, все позволительно, и от этой свободы теряется чувство греха, чувство ответственности за свои поступки». Рождественские образовательные чтения – уникальная позначимость явления в сфере образования, культуры, социального служения. Они объединяют людей, занимающихся воспитанием подрастающего поколения, тех, кому не все равно, каким станет наше будущее, будущее наших детей и какие нравственные ценности будут в почете у нового поколения россиян. В двух зданиях Электрогорской детской школы искусств открылись выставки картин учащихся и выпускников художественного отделения, преподавателями которого являются Татьяна Филимонова и Людмила Тарутина. В первой экспозиции представлено 30 работ, выполненных в разных техниках. Они отображают осень во всех ее красках. Выставка так и называется – «Дыхание осени». В здании номер два, где занимаются юные художники и танцуют дети по хореографии, проходит выставка «Дыхание осени». На этой выставке представлено 30 работ учащихся первых и четвертых классов художественного отделения. Ну, в этот раз выставка учащихся, которых я когда-то учила и учу, продолжаю учить. Так, выставка очень получилась интересная. Во-первых, время года, такое очень оно поэтическое, осень. Работы представлены какие? Пейзажи представлены, натюрморты представлены осенние. Очень много работ с изображением нашего храма, который есть в городе. Есть изображение храма, который в Осюте находится. То есть все это немножко все такие жизненные работы. Наброски и зарисовки выполнены карандашом, маркером, гелевой ручкой, пастелью. Выставка очень разнообразна по своему решению. Многие из детей, чьи работы представлены, уже закончили школу с отличием. Некоторые учащиеся, например, Большакова, Таня, Русина, Настя, у них были даже персональные выставки, и вот работы, которые постоянно они фигурировали где-то в городе, в лице эти работы участвовали. А вот для обозрения учащихся, которые приходят новенькие к нам, чтобы они видели, как работали ученики до них. И мы, конечно, приглашаем на эту выставку детей, школ нашего города, родителей, бабушек приглашаем посмотреть. В здании номер один открыта выставка учеников Людмилы Борисовны Тарутиной. Здесь выставлено порядка десяти картин. В этом году у нее, в учебном году, у нее аттестация. В полпосаде в октябре, в начале ноября прошла ее персональная выставка в доме Широкого, в выставочном зале. Я ей предложила тоже выставить все-таки для наших педагогов свою работу здесь в школе, в первом здании. Ну, так как помещение там небольшое, там десять работ. Людмил Борисовна работает в технике, в масляной живописи. Очень такой профессиональный художник, очень учит своих. Ведет предпрофессиональную программу пятилетнюю, учит детей, учит их маслом работать. И, конечно, уровень, конечно, очень высокий. И ведет даже занятия платные, по-моему, для взрослых. Под руководством талантливых педагогов эти маленькие и большие дети творят чудеса. Благодаря их труду за считанные часы обычные листы бумаги превращаются в произведения искусства. Работы детей украшают зал наряду с творениями старших коллег по творчеству. Школа искусств приглашает всех любителей живописи. Посетители выставки смогут полюбоваться пейзажами, натюрмортами, масляными красками, акварелью, а также работами, выполненными в смешанной технике. Продлится экспозиция до конца ноября. Дед Мороз – это наш родной сказочный герой, славившийся не только добротой, но и своими сказочными поздравлениями. Но оказалось, что поздравлять можно его самого, ведь у него есть собственный день рождения. 18 ноября в гости к имениннику пришли маленькие и большие электрогорцы и наша съемочная группа. День рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине именинника в Великом Устюге. Но отметить этот день Дед Мороз решил вместе со Снегурочкой, добрыми помощниками и сказочными героями в славном городе Электрогорске, вместе со своими друзьями, мальчишками и девчонками. К Дедушке Морозу приехало много-много сказочных героев из самых красных облаков нашей страны. Вы встретили, ребята? Тогда громко-громко будем встречать. Ну что, кто сегодня там приедет? Встречайте! Баба Лега! Город! Город! Веселое гуляние и праздничный прием Дедушка Мороз организовал в городском Доме культуры, одном из любимых мест отдыха юных электрогорцев и их родителей. Дед Мороз был очень рад встретиться с детворой и приготовил для ребят игры, танцы и сюрпризы. А малыши вместе с родителями весело и дружно поздравили дедушку с днем рождения. Сколько лет зимнему кудеснику точно не знает никто. Но говорят, раньше он дарил подарки послушным и умным детям, а озорников колотил палкой. Со временем Дед Мороз заменил палку волшебным посохом, который помогает ему отогревать все живое в лютые морозы и зажигать новогодние елки. А даривать ребятишек подарками дедушке помогает внучка Снегурочка. И все неравнодушные люди, которые приносят подарки для особенных детишек. Ведь делать добро это совсем не сложно. Таки, 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 ооо, шшшш, таки, 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 стоп, остановка до подружки нас. Этим веселым и добрым праздником началась череда зимних, удивительных и волшебных встреч с Дедом Морозом. Скоро я везде разложу снежок. 1 декабря мы с вами зажжем елочку на главной городской площади. В общем, добро пожаловать в сказку. Ну а чтобы сказка оказалась доброй, правильной и со счастливым концом, взрослые должны об этом по-особому позаботиться и пригласить гости к своим детям самого настоящего Деда Мороза. Именно такого, который устроит ребятам настоящий праздник волшебства, радости и чудес. И тогда обязательно все загаданные на Новый год желания сбудутся. Каким вы видите Дедушку Мороза? Дедушку Мороза, ну, наверное, любимым героем детей, вот, сказочного, доброго, который всегда выручит. Большим, добрым и веселым. Он придет вашего ребенка поздравлять? Что бы он сделал, что бы вы хотели? Как вы можете его поздравить? Ну, наверное, в первую очередь поиграть с ним, поговорить. Ну и подарок, это, естественно, любят все дети, без него никак не обходятся. Далее в нашем выпуске новостей смотрите сводку достижений электрогорских спортсменов. Команда электрогорских спортсменов-тяжелоатлетов приняла участие в 23-м открытом Кубке России по тяжелой атлетике среди спортсменов старших возрастных групп, который проходил в Москве с 14 по 18 ноября. Команда наших штангистов представляла сборную команды Московской области и показала высокий спортивный результат в своих возрастных и весовых категориях. Среди участников команды выступали три мастера спорта СССР и четыре кандидата в мастера спорта. Золото завоевал Александр Челышев. Анатолий, Сергей и Александр Будунова поднялись на вторую ступень педестала. Владимир Будунов занял четвертое место. Пятое место Сергей Кулешов. И Владимир Кукушкин шестое место. В соревнованиях участвовали более 270 атлетов из 50 регионов России и ближнего зарубежья. Команда спортсменов благодарит администрацию и спонсора генерального директора ООО «Эколаб» Вячеслава Борисова за оказанную помощь и поддержку. 18 ноября в Павловском Пассате состоялся хоккейный матч между командами «Рахмановские ястребы» и «Боевое братство». Первый период остался за «Электрогорской» командой. Единственную шайбу забросил Денис Кудряшов. Второй период оказался более насыщенный на голы. Уже на 30-й секунде «Ястребы» сравнивают счет, но через 5 минут «Боевое братство» выходит снова вперед. На что «Ястребы» ответили двумя шайбами и повели в счете впервые за игру. От поражения «Боевое братство» смогло уйти только в концовке, оставшись в меньшинстве. Отличными индивидуальными действиями все того же Дениса Кудряшова после сильнейшего щелчка прошивает вратаря «Ястребов». Итог матча – ничья 3-3. На прошедшем чемпионате мира по BMX Freestyle, проходившем в Китае с 7 по 11 ноября, в состав шести сильнейших райдеров, представляющих нашу страну, вошел Рафаэль Сулейманов, выступающий под флагом «Электрогорска». Официально чемпионат проходил второй раз в городе Чэнду. В первом этапе квалификации участникам давалось две попытки, где необходимо выстроить свою линию из наибольшего количества трюков за одну минуту. По итогам зачета двух попыток Рафаэль занял 39 место из 57. Это неплохой результат для первого участия в мероприятии такого масштаба. Праздничный концерт «Ко дню матери» пройдет в городском Доме культуры 25 ноября. В рамках программы выступления творческих коллективов свои номера зрителям представят вокальные и хореографические ансамбли, эстрадные студии и студии танцев. Кроме того, во время мероприятия состоится награждение самых активных, творческих и деятельных «Мам Электрогорска». Всех желающих посетить праздничный концерт, организаторы приглашают в зрительный зал Дома культуры. Начало концерта запланировано на 13 часов. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь! Сдается в аренду кабинет косметолога. Вторник, четверг, суббота. Подробности по телефону. 8-916-852-37-67. 8-916-852-37-67. Наш адрес – город Электрогорск, улица Ухтомского, дом 9. Близятся новогодние праздники. Хотите рассказать, где можно купить необычные подарки, красивый наряд, вкусные угощения, где можно сделать модную стрижку, купить абонемент «Фитнес»? Вам есть что предложить? А может, именно вы проводите акции, устраиваете распродажи и готовы порадовать приятной скидкой? Разместите рекламу на канале ТВЛ. О вашем товаре узнают все. Заказ объявлений по телефону 3-24-43-502-15. Мы хотим, чтобы вас увидели. Внимание абонентов сети «Навигатор Плюс». Просим вас срочно погасить имеющуюся задолженность за предоставленные услуги. В случае неуплаты – отключение. Ждем вас по адресу. Улица Ухтомского, дом 9. Справки по телефону. 3-24-43. Начни Новый год без старых долгов. Мы продолжаем. Вашему вниманию сводка чрезвычайных происшествий. Пожар в многоквартирном доме на улице Некрасова произошел 17 ноября. 17 ноября 2018 года 22 часа 7 минут поступило сообщение о загорании в квартире по адресу город Электрогорск, улица Некрасова, дом 32, подъезд 3, этаж 3, квартира 37. На место выехали силы и средства. Одна АЦ ПСЧ-110 и одна АЦ ПЧ-254. Одна АЛ-50 ПЧ-254. По прибытию было обнаружено загорание в пятиэтажном четырехподъездном на квартирном доме. А на момент прибытия дым из окна третьего этажа. Сильное задымление в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Сильное задымление в подъезде. На тушение был подан ствол В, звеном ГДЗС. Обнаружено, человек просил помощи на балконе третьего этажа. В результате пожара погиб один человек, подхомутников Ярослав Геннадьевич, 60 лет. И спасена женщина сотрудниками пожарной охраны по установленной трехколенной лестнице на балкон третьего этажа. Цеплакова Людмила Михайловна, 55 лет. Капитализирована в ЦРБ в городе Павловский посад с диагнозом ожоги верхних и нижних конечностей. Приблизительно 70%. В результате пожара в двухкомнатной квартире полностью выгорела одна комната на площади 20 квадратных метров. И частично на площади 3 квадратных метра выгорел коридор. Из дома эвакуировано 15 человек. Оперативная обстановка на прошлой неделе выглядела следующим образом. 15 ноября в следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Павловскому посаду было возбуждено уголовное дело по статье 132, часть 4. Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Были грамотные действия родителя. Преступление было совершено здесь у нас. Которое в дальнейшем нам позволили установить лицо, совершившее данное преступление. Здесь его задержат. В настоящий момент он арестован и ведется следствие. Тем не менее, хотелось бы повториться, что зачастую родители здесь это, так сказать, первое лицо, которое должно за этим следить, смотреть за детьми. Подобные предложения, они очень часто исходят от подобных лиц в социальных сетях. Сотрудниками электрогорского отдела полиции межмуниципального отдела МВД России Павлово-Посадский в результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из домов на улице Максима Горького задержан 21-летний местный житель. В результате проведения обыска в квартире у злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты три свертка с веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством, гашишем, массой более 14 граммов. Также сотрудниками полиции обнаружено изъят предмет, конструктивно схожий с обрезом охотничьего ружья, пригодным для производства выстрела, и 22 патрона к нему. Отделом дознания межмуниципального отдела МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов. Из статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет и 8 лет соответственно. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С 12 по 19 ноября на территории обслуживания УГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Павла Посадский произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. Из них 3 ДТП с материальным ущербом в городском округе Электрогорск. За вышеуказанный период пресечено 220 нарушений правил дорожного движения. Из них двое водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, один водитель управлял автомобилем, не имея права управления. 14 ноября в результате рейда ребенок в автомобиле выявлено одно нарушение. И в заключение выпуска новостей прогноз погоды. Ближайшей ночью синоптики обещают пасмурную погоду без осадков 0-2. А вот завтра, 22 ноября, ожидается небольшой снег, будет пасмурно. Ночью и днем 0-2. Ветер северо-западный умеренный. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Татьяна Пыренова. До новых встреч на канале ТВЛ. А наш эфир продолжит музыкальный клип и еще один сюжет о первых выпусках Электрогорского телевидения и о людях, которые делают новости, и о наших трудовых буднях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова